Здравствуйте! Всем привет! Сегодня будем разделывать кролика. Скажем, как разделать тушку кролика на части. Вот такой у нас кролик. Так смотрите. Сегодня мы разделываем кролика. Будем разделывать его на крупный, можно сказать, что мы не прокнем. Для сегодняшнего блюда нам нужны крупные куски кролика, поэтому будем его резать крупненько. Да, можно его разделать, конечно, очень мелко, по всем суставам. Значит, мы будем разделывать на крупные части, но, походу, будем показывать, как еще можно его набить более мелочные части. Поэтому, смотрите. Значит, сейчас мы что делаем? Отделяем задние ножки у кролика. Так, эту ножку, вот нам она нужна такая, но как ее еще можно разделить? Покажи, пожалуйста. Ее можно разделить на несколько частей. Здесь можно разделить на две части, а можно даже на четыре. Можно на четыре. Значит, на две части рисок делаю. Здесь? Вот идут сухожилия, здесь она вот перерезается, получается вот такая ножка. И потом вот эту часть так и еще вот так. И получится четыре части. Так, сейчас мы отделяем вторую ногу. Сейчас будем вантилять варенью. У нас немножко подморожен. Да, пока мы уже зимой тут довезли, у нас немного-то замерз. Так, сейчас у нас немного-то замерз. Сейчас я уже забыла. Так, сейчас я уже забыла. Вот, мы разделали ножки, сейчас мы достанем деликатес у кролика, который называется почка. Почки заячьи, верченые. Вот, это печень. Она очищена, без желчи, без всего, она готова к употреблению. Вот так у кролика есть сердце с легкими, которое тоже очень вкусно. Это сердечко с легкими. В старину назывались потрашка. Вот, сейчас мы отсоединим филейную часть. Для нашего блюда, которое будет в следующем видео, мы решили, что нам нужны крупные части кролика. Как бы, такие хорошие порционные кусты. Но, в принципе, если вот тушить, там-то можно нарезать повернее. Вот такой кусочек. Можно еще раз. Еще поймать еще. На одну порцию. Не бойтесь его ломать, он ломается не в костях, а между суставчиками. Остальное мы дорезаем. Вот, получается вот такие кусочки. Костя лучше стараться не резать, потому что у кролика очень острые. Турчатые кости как-то. Вот так можно, конечно, тоже разрезать. Вот так можно сделать пухой. Тихонно. Ну, получается вот такие кусочки. Ну, вот переднюю часть, переднюю часть тоже можно собирать. Верхнюю часть – передний клапок, да? Да. Это там. Вот такие. Великатесные коточки. Вообще кролик – это очень великатесное, считается мясо. Мало того. А мясо кролика считается как бы очень полезным для женщин особенно мясо. Да, и вкусное для мужчин. Мясо без любого. Для мужчин вкусное, но это считается как бы одной из самых полезных для женщин мясо. А еще я слышала, что мясо кролика рекомендуется у кого великозное расширение венг. Почему-то точно сейчас не могу родить, но как-то рекомендуется именно мясо есть кролика. Это, конечно, мне кажется, себе может позволить, но иногда все-таки стоит. Сейчас мы хорошо умеем на капилляры, на вену. Так, сейчас мы обрезаем части реберные, так сказать, да? Да, вдоль позвоночника и оставляем ее с шейкой. Вот, вот эту хрена ставим. Мы будем раздавать, правильно? Да. И вот здесь вот остается часть позвоночника вместе с шейкой. Тоже очень вкусная вещь. Вот так мы разделали сегодня кролика. Как мы его дальше будем готовить, смотрите в следующем видео. Ссылка будет под видео или в самом видео. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok